Добрый день, уважаемые друзья! Демократический выбор Казахстана разработала проект экономической реформы и совсем недавно была опубликована ее социально-экономическая часть. В этой социально-экономической части реформ предполагалось существенное увеличение выплат по пенсии инвалидам, различные пособия, связанные с рождением ребенка, существенное увеличение заработных плат учителям, врачам, фактически большой спектр вопросов охвачены этой социальной реформой и общий объем инвестиций предполагает увеличение именно на эту часть порядка 7 миллиардов евро. Многие наши граждане обращаются к нам вопросом, а не приведет ли к тому, что раз такая большая денежная масса плынет в экономику, соответственно увеличатся цены на различные товары и услуги. Я хотел бы по этому поводу дать свои пояснения. Начнем с той стороны, которая для нас является эталоном. Это Чехия. Хотел проинформировать вас, что, например, наши студенты, которые учатся и работают или живут в Чехии, нам сообщают данные, которые можно проверить фактически в интернете. Так вот, цены на продовольствие в Чехии на 10-15% ниже, чем в Казахстане. При этом заработная плата, размеры пенсии и другие разные выплаты минимум в три раза выше, чем в Казахстане. О чем это говорит? Что у нас в Казахстане не произойдет существенного роста цен. Более того, цены будут не просто стабильные, а упадут. Я объясню почему. Дело в том, что у нас в Казахстане существует практически во всех сегментах экономики крупные монополии. Что такое монополии? Я приведу простой пример. Например, рынок нефтепродуктов. Этот рынок контролирует фактически только семья Назарбаева. К чему это приводит? Это значит, никто не допускается серьезных игроков на этот сегмент рынка. И эта одна структура поднимает цены, опускает. Что хочет делать с рынком? Абсолютно ему никто не мешает. У него нет конкурентов, которые поддавливают его, принуждают понижать цены. Также в банковском секторе. Опять же, монополия, группа банков, контролирующая всю финансовую систему страны, контролируется на зарабатываемом окружении. Они поднимают ставки, как хотят. Они ставят условия. И у потребителей нет возможности развернуться и уйти к другому. Если, например, я приведу простой пример, вы приходите в магазин и видите цены плохие, высокие, вы идете в другой, еще в другой, и между ними уже фактически идет конкуренция, и вы можете сделать выбор свой, купить дешевле и более качественный. В нашем случае, когда существуют такие монополии, это невозможно сделать. Что будет, когда мы придем к власти? Мы эти монополии разрушим. Мы сделаем конкуренцию везде. На продовольственном секторе, на рынке производства товаров, на поставках нефтепродуктов. Эти поставщики, их будет много. Они будут конкурировать между собой. И вы получите не просто цены ниже, вы еще получите более качественные услуги, как это происходит во всем мире. В той же самой Чехии не просто цены на товары ниже, они еще более качественные. Это при том всем, что граждане Чехии минимум в три раза получают заработную плату выше, чем в Казахстане. Поэтому я хочу вас заверить, что увеличение заработной платы, увеличение пособий и так далее, никоим образом не повлияет. Более того, цены у нас будут понижаться. Продолжение следует...